Смотрите. Реально не понравится. Во-первых, на чьей стороне период становится ясно только в самом конце игры. А игра еще далеко не закончена, раз. Вдобавок, ну, смотрите. Кто посол Армении в России? Кто? Вы его знаете? Конечно, знаете. По долгу службы, да. Нет, ну, естественно, по долгу службы, знаете. Кто посол Азербайджана в России? Палатбюрюбилян. К сожалению. Ну, не к сожалению, он гражданин своей страны, он там с историей. Лезь жаль, яркий человек. Я не понимаю другого. Посмотрите, сколько этнических армян, сенаторов, в Думе, все будет. Начались события. Где? Где слушание в Государственной Думе? Где движение посла? Где какая-то активность со стороны тех людей, которые должны встать и сказать? Вот наши интересы такие, вот мы считаем, кто пропустил. Ну, хорошо, мы изменить их на статье, в общем, встанем. Здорово. Но вот можете меня просто через любой микроскоп пропустить, ни грамма армянской крови не найдете. У меня здесь нет собственности, нет машины, ничего нет. Несмотря на сказки, которые рассказывают, что сарави в утром подарили. Заразу и сарави в карабах. Бриллиантовые маски. И это. Но этим должны заниматься люди в силу своих профессиональных обязанностей. Посол должен был быть в силу Думы и бить тревогу. Ну да, конечно, есть понятная система отношений у вашего президента с президентом России. И очень хорошая. Очень хорошая. Иначе бы не было того, что убедили 9 мая, и ситуация бы так не разрешалась. Понятно, что с той стороны это гигантская проблема. Для них же это тоже, вы помните. Для Азербайджана это очень болезненно. И когда будут приближаться любые выборы там, что они предъявят? То есть, конечно, им будут все время говорить, ну хоть что-то верните. Ну хоть что-то сделайте. Они тоже подмешивают давление. Россия, конечно, может сказать, а вот мы сейчас тут. Нет. Дипломатии так не бывает. Дипломатия очень сложная вещь. Пока, пока, не все возможности армянской дипломатии, как я вижу, задействованы, к сожалению. Совсем не все разные. Поэтому здесь вопрос не только, не только к России. Россия страна, которая, естественно, всегда выполнит свой союзнический долг и нам поможет, и все прочее. Но необходимо же вот этот гигантский, сложный механизм понимать, как он работает. Ему помогает, что-то делает. Нельзя все пускать на самотек и говорить, нет, ну сделайте что-то. А можно еще вопрос? А первая часть, извините, насчет эскалации в Москве. Потому что это, ну надо с той стороны было уже, очевидно. Ну там же все время пихают, с азербайджанской стороны. Ну там же власть должна что-то привяжать. Конечно, они все время будут говорить, слушай, там наши земли, надо освободить. Но попытались. Там ясно, что еще их немножко подогрелись. Потому что общая ситуация такая была сложная. Притом ясно, что вы играли вторичную роль, надо было стянуть Россию, что ли. Мы же тоже это все считаем. Мы же хорошо понимаем, что задача какая. Мы сейчас делаем резкое движение, и мы тогда полностью теряем либо отношение с Арменией, потому что тут же появляются добрые НКО, которые говорят, ну где вы, русские, ну что вы, ни черта не делаете. Вы вообще никто. Нам не нужны такие. Давайте все разрывать. Ведь были же такие страны. Были. Либо с той стороны азербайджанам будут говорить, да ладно, прекращайте. И Россия получает тут же у своих границ тяжелейшую ситуацию. Они не понимают, почему тут же не мальчики. Все считается, все просчитывается, все понимают. И последствия. Тогда же, вы помните, были сложные отношения с Турцией, вежливые. Поэтому мы же понимаем, кто шел, как шел, кто кого, который. Слава, это наш вопрос.